Всем привет, на связи Project 4T2. Суровые работяги этажом ниже наконец-то закончили изменять устои мироздания при помощи дрели, и я наконец-то смог озвучить это видео. Впрочем, оно и так получилось достаточно многострадальным. Совокупно базис статистической и аналитической информации к нему готовился больше двух месяцев, ведь речь в этом материале пойдет о доходах танковых блогеров и стримеров, а также каналов различных других категорий, связанных с танками, таких как мультипликация, скетчи, нарезки и каналы с реплеями. Ключевой вопрос, который нас интересовал, в какой момент работа блогером или стримером из хобби начинает становиться работой, то есть в какой момент подобная деятельность может прокормить человека и обеспечить ему месяц реальной жизни. При ответе на этот вопрос необходимо учитывать множество внешних факторов, таких как, в каком жилье обитает автор танкового контента, личном или съемном, где он или она находится регионально, в столицах типа Москвы, Минска или может быть Санкт-Петербурга, или в других городах-миллионниках, а может быть и в других населенных пунктах со значительно меньшей численностью населения, составляющей несколько десятков или несколько сотен тысяч жителей. Кроме того, важным фактором является то, живет ли автор танкового контента в одиночку или состоит в браке, есть ли дети, работает ли партнер по отношениям и так далее. Исходя из этого, мы получили несколько основных, скажем так, социальных портретов авторов танкового контента. Один из основных среди них, живущая чаще всего в одиночку, человеческая особь мужского или женского пола в возрасте от 20 до 35 лет. Частенько есть перспективы скорого или не очень скорого брака, либо уже есть какие-то продолжительные отношения. Для тех, кто моложе 25, чаще всего характерен статус студента, и иногда они живут все еще с родителями, либо в съемном жилье. А для тех, кто старше 25 лет, чаще всего характерно наличие какой-то работы помимо блогерской и стримерской деятельности и проживания в собственной квартире или доме. И тем не менее, несмотря на разнообразие вводных по социальным портретам авторов танкового контента, многие из них в какой-то момент бросают постоянную работу, переключаясь на фриланс, либо с головой уходят в блогерство и стримерство. Так когда же наступает этот самый момент? Как ни странно, статистика, похоже, дала достаточно исчерпывающий ответ. Давайте и мы его узнаем. Изначально стоит ословиться, что при наличии собственного жилья порогом рентабельности, скажем так, блогерской и стримерской деятельности в России, Белоруссии и Украине, является планкой ежемесячного дохода в 600-700 долларов для городов-миллионников и менее крупных населенных пунктов, и от 1000 долларов для столичных регионов типа Москвы, Минска и Санкт-Петербурга. Доход авторов танкового контента делится на три составляющие, самые стабильные из которых – отчисления от платформы, будь то YouTube или Twitch. Причем для небольших, но активных каналов на Twitch порог рентабельности наступает на чуть более раннем этапе, за счет платных подписок, например. Однако платформа эта нынче крайне сложна для работы, из-за чудовищного количества ограничений и требований к самим авторам контента и их поведению. Это приводит к постепенному скукоживанию танковой и русскоговорящей аудитории на Twitch и относительно эффективно там развиваются только те авторы, у которых на канале имеет место полноценный мультигейм, то есть танковый контент заметно разбавлен другими играми. Впрочем, в Европе и США эта проблема не стоит так остро, или там авторы танкового контента просто смогли лучше к ней приспособиться, и для этих регионов Twitch до сих пор является основной платформой для танковых стримов. Как бы то ни было, отчисления от платформ могут приносить следующий доход. И если посмотреть только на чистый доход от платформы, то, как несложно заметить, усредненная планка рентабельности находится на уровне каналов с аудиторией от 75 до 100 тысяч подписчиков. Причем зависит она не напрямую от числа подписчиков, а от активности зрителей, от числа ежемесячно набирающихся просмотров. Так что здесь бывают каналы-исключения из числа быстрорастущих, где ежемесячное число просмотров на свежем, интересном и удачном для восприятия аудитории и алгоритмов YouTube контенте обеспечивает отчисление от платформы в районе 500-600 долларов при уже 8-10 тысячах подписчиков. Но это редкость. Да и такие каналы быстро, меньше чем за год, могут вырастать до уровня 40-50 тысяч подписчиков и даже больше. Кроме того, важным фактором является то, заботится ли автор конкретного канала о зеленой монете на любом своем контенте, тщательно отслеживая авторские права и заполняя без ошибок форму самостоятельной сертификации контента на платформе YouTube. Кроме отчислений платформы на том же YouTube от показа, рекламы или просмотра танкового контента зрителями с премиум аккаунтом, да, на YouTube есть свой премиум аккаунт, а также за использование зрителями функций спонсорства и суперчата есть еще менее стабильный вид дохода, рекламные интеграции и прероллы, реже эксклюзивные рекламные видео и еще реже, что является высшим пилотажем, так называемая джинса, замаскированные под обычное видео, например, обзор или стрим, продакт-плейсмент, то есть реклама. Этот вид заработка отличает наличие довольно высокой планки вхождения, особенно со стороны танковых рекламодателей, такие как различные танковые рулетки, а также сервисы, помогающие обзавестись Twitch Prime. Обычно эта планка составляет от 15 тысяч подписчиков для молодых и активных каналов и от 25 тысяч для чуть менее молодых и чуть менее активных. Кроме того, на канале должен быть контент как минимум смешанного типа, то есть и видео, и стримы, потому что считается, что интеграции и прероллы эффективнее работают именно в отдельных видео. С аудиторией в 30 тысяч подписчиков для активных каналов и 50 тысяч для чуть менее активных появляются рекламодатели, связанные с различными активно продвигаемыми мобильными играми, а также компьютерной периферией, типа мышей клавиатуры наушников и сервисы облачного гейминга. От 200 тысяч подписчиков могут залетать рекламодатели посерьезнее, типа Ростелекома с тарифом игровой, Сберспасибо и более экзотических, типа производителей шампуней и пен для бритья. От 500 тысяч подписчиков встречаются еще более серьезные партнерства, думаю, многие сами могут вспомнить немногочисленные примеры таковых, благо у нас в танковом комьюнити всего-то полтора десятка каналов, которые могут похвастаться такими размерами аудитории. Вообще стоит отметить, что профессиональная танковая комьюнити очень сильно недорабатывает по части привлечения рекламодателей, потому что многие авторы отчего-то считают, что дядя и тетя с рекламными контрактами сами должны находить их и предлагать контракты. Но так бывает далеко не всегда. Куда эффективнее самим начать искать опции для взаимодействия, если не с большими рекламодателями, то через специальные платформы типа GetBlogger или Perfluence осваивать какие-то новые типы и формы сотрудничества, заодно изучая этот процесс. Что характерно, планка вхождения здесь куда ниже. Уже с аудиторией от 5000 подписчиков вполне можно найти что-то интересное, что обеспечит дополнительные 30, 50 или даже 100 долларов дохода в месяц. Если же говорить о доходах от рекламных контрактов, то на данный момент усредненные цифры таковы. Разумеется, бывает исключение, когда относительно небольшому каналу удается добыть выгодный рекламный контракт, и наоборот, когда достаточно большие каналы вообще не стремятся к поиску рекламодателей. Но в среднем температура по больнице, так сказать, соответствует данным этой таблицы. Что же, о рекламе поговорили, впереди третья, заключительная составляющая – донаты зрителей. Говоря о донатах, стоит отметить, что каналов с танковым контентом, где выходит только видео и практически нет стримов, единицы, и с каждым годом их остается все меньше. Где-то в дополнение к блогерскому каналу заводится лайв-канал, где-то канал приобретает смешанный тип контента, где видео и стримы соседствуют в различных пропорциях. Но как минимум 70% каналов, связанных с контентом о World of Tanks, занимаются только форматом трансляций, то есть стримами. И здесь выходит на первый план не количество просмотров и не реклама, которую в формате трансляции не так легко придумать, как эффективно встроить, а донаты зрителей и размер платежеспособного активного ядра аудитории канала, наличие так называемых топ-донатеров. Цифры здесь было раздобыть сложнее всего, но мы очень старались. И кажется, нам удалось достаточно точно определить усредненную нижнюю планку суммы донатов за месяц для различных категорий каналов в плане численности их аудитории. Верхней планки не существует, благо топ-донатера могут встречаться даже у каналов с менее чем 5000 подписчиков. Да, это маркер того, что канал молодой, активно растет и скоро будет куда больше по размерам аудитории, но до уровня первичного наполнения подписчиками он все равно остается некой статистической аномалией. В этой таблице можно увидеть усредненные минимальные значения по ежемесячной сумме донатов для каналов различных размеров. Обращает на себя внимание то, что здесь ступеньки роста куда длиннее, чем у отчислений от монетизации или доходов от рекламы. Доходы в этой категории практически отсутствуют у каналов, специализирующихся только на чистой мультипликации, или, например, скетчах, нарезках или реплеях. Для них работают только первые две категории – отчисления от платформы и доходы от рекламных контрактов. То есть мы получаем, что для этих каналов планкой рентабельности, исходя только из отчислений от YouTube, является уровень в 600-700 тысяч просмотров в месяц. То есть 20-24 тысячи просмотров в сутки. Часто подобную планку способны преодолеть даже свежие активные каналы, еще не набравшие 10 тысяч подписчиков. Что уж говорить о более крупных и самых активных, типа танковые мультипликации, где лидер общего зачета, например, набирает более 100 миллионов просмотров в месяц и продолжает активно расти. Среди обычных танковых блогеров и стримеров лидер набирает более 14 миллионов просмотров в месяц и является одним из самых быстрорастущих каналов в сегменте. Собственно, этот канал сейчас один из четырех каналов-миллионников, и при этом самый молодой из них. Что же, давайте подводить итоги. Перед вами таблица с уровнем рентабельности для каналов, где есть не только видео, но и стримы в произвольной пропорции, или вовсе только стримы. В их уровне рентабельности уже важен и доход от донатов. Таким образом, можно выяснить, что для каналов смешанного типа планка рентабельности находится примерно на уровне в 40 тысяч подписчиков и в среднем числе просмотров контента за месяц от 380 тысяч, а также уровне донатов от 430 долларов в месяц, или, проще говоря, от 32 тысяч рублей. Вот такая вот история с доходами блогеров и стримеров от их деятельности. Мы намеренно избежали конкретных примеров, обезличив и усреднив все цифры, дабы не разводить в комментариях гражданские войны подписчиков, тех или иных авторов танкового контента, или дискуссии о зависимости размера донатов от пола стримера. Нас интересовал только тот самый ключевой момент, когда блогер и стример понимают, что работа с видеоконтентом об играх способна заменить его привычную работу и способна стать основным источником средств на жизнь. Но если вам очень интересна конкретика под тем или иным блогером или стримером, обращайтесь в личку нашего ВК-сообщества, мы что-нибудь придумаем. С интересом почитаем ваши комментарии, ожидали ли вы подобных доходов и подобных требований к экономической рентабельности канала в качестве основного места работы? Или цифры оказались ниже ваших ожиданий? А может быть, сильно превысили их? А может быть, вы и сами являетесь автором танкового контента, и вам есть что добавить по теме? Или вас заинтересовала история с платформами, где можно найти себе рекламодателей? Пишите, это будет действительно интересным и важным дополнением к данному видео, скажем так, публичному обсуждению проблемы монетизации стримерской и блогерской деятельности в целом. Возможно, всем нам вместе удастся найти путь повышения рентабельности того дела, которым мы горим, которое нам интересно – создание видеоконтента по различным играм, в том числе и по World of Tanks. Также мы будем очень рады, если вы поделитесь данным видео с друзьями и коллегами, чтобы сделать дискуссию еще более широкой и эффективной. Не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны, и бахнуть в колокольчик, включив все уведомления, чтобы не пропускать выход новых видео. Также напоминаем, что у нас есть паблик в ВК, где вы всегда можете задать нам интересующие вопросы, а также раньше всего увидеть анонсы новых видео и прочих движух от нашей команды. А на этом на сегодня все. С вами был Project 4T2. До новых встреч в эфире и не болейте! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!